привет вас амигос новейшая на вью на канале игра чейзинг дед надеюсь я прочитал а преследуя мертвецов перевод перевода лимался в игре как вы можете заметить даже есть русский язык а это не часто бывает последнее время в новинках вот так что это плюс из минусов сразу хочу ответить что отсутствует напрочь настройка громкости звука какая-либо хотя бы вот блять общую шкалу бы приделали чтобы вот типа если на колонках лень покрутить чтобы я вот здесь настраивал я просто но это шутер с элементами между прочим хоррора на минуточки да 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 вот так вот в шутерах надо сразу если ты их записываешь на сразу убавлять громкость выстрелов потому что иначе ты блять не перекричишь свой собственный автомат и это придется настраиваться не вегасе а проще сразу убавить короче короче уже минус 50 процентов очков гриффиндору за такой косяк значит как я понимаю что на прохождение здесь игры нету здесь какие-то миссии даем не миссия только одна под названием 955 1600 миль не знаю что это за расстояние остальные то поинтереснее смотрите здесь припять чернобыль украина и афганистан казалось бы что общего между этими четырьмя миссиями нет не так пиздеж казалось бы найди лишнее среди этих четырех миссий да ладно давайте 600 там вот это вот хреново куча миль короче еще кати конечно хотелось бы блять на припять посмотреть я считаю что на полегче я считаю что начинать ходить надо с козырей как бы когда ты начинающий разработчик то есть сразу вот давать стране о боже не наняли актрису сегодня исполняется 10 дней так как мы так как мы было никаких контактов с командой экспедиции послал демонстрации были поставлены на повышение осведомленности о потенциальном сценарии конца но мы видим что автор перевода это переводчик от google по количеству безумному количеству ошибок национальная гвардия были развернуты в крупных городах для того чтобы сохранить мир для вашей безопасности и безопасности окружающих вас мы просим вас оставаться внутри во время комендантского часа оставаться внутри оставаться дома наверное надо было написать вообще размер субтитров и их цвет сливающийся с фоном выглядит каким-то блять надругательством над логикой вот эта баба с лошадиной мордой это видимо наш гай гид какой-то это луна я буду твоим снова советник экспедиции блять какой перевод классный мы потеряли контакт с ними в течение 10 дней теперь вот очень мало мы знаем о нашей планете теперь вот мы очень мало знаем о нашей планете вот до этого мы знали много а теперь вот очень мало после того как вы на поверхности вы должны быть состоянии поднять их сигнал я пришлю вам что данные что не данные что там пришли сегодня не все могут смотреть на поверхность луны мало кто может это делать ну как бы это на луну меньше что похож по моему по моему вот это европа по моему вот это италия вот видно так я управляю космическим кораблем вот я когда хуй там кого обманывая конечно же блять ничем это это самая странная заставка из того что я видел блять в этом году она какая-то долгая и чё ты луна вы приближаетесь к верхней атмосфере подготовьтесь хорошо давайте установил установить давайте установить ее вниз используйте спасательной капсуле отлично то что я хотел такой диалог просто тупой глухой ты будешь пользоваться спасательной капсуле я считаю блять какие спецэффекты кристофер нолан белой завистью сейчас завидует сидит где-нибудь там своем майами ах так вот что случилось с этим самолетом следи за обоймой боеприпасы могут быстро кончаться мы пробили блять потолок самолета но турбулентность не началась здесь мы видим следы дебоша на борту и понимаем что это российские блять авиалинии по количеству бутылок и чекушек под креслами блять наваленных в этом самолете здесь активно кто-то выбухивал все что было куплено в дьюти фри после чего все пропали вероятно я нашел нож а я нашел удар ногой он осуществляется на кнопку мыши что странно так я вооруженный ногой бить мне больше незачем лично где же где же пассажиры сибирских авиалиний смотрите сколько бутылок здесь и наверное именно этим рейсом шилов летал на бой к симонову и обратно смотрите вот она сканер какой-то а вот они стюардессочки как казалось бы казалось бы стюардессы должны ходить и излучать просто секс по салону самолета потому что ну летать большинству людей страшно поэтому стюардесс они ходят в мини-юбках как бы и как бы напоминает о том что есть еще что-то хорошее в этой жизни но конкретно на это этих авиалиниях стюардессы просто страх божий может быть при жизни они были получше кто знает возможно об этом знал вот этот чувак личной футболки братья прекратите трясти камеру это полный пиздо ферсон и вообще ничего ебать мой хуй эта тёлка явно летела куда-то в турцию будет отойдет от меня нахуй сука высажу всех без парашюта блять верхних слоях атмосферы о а вот это летела явно в сочи смотрите тетюли я думаю что блять эш в зловещих мертвецах так их не валят как я просто укладываю 1 2 1 2 в очередь сучи дети как оружие сменить надо кортиком запороть по-моему кто-то сзади очень вяло движутся зомби блять почему-то в один прекрасный момент их голова их голова оказывается у меня блять в фокусе экрана после чего видимо начинает грызть мои ноги блять и убивает меня я кстати вижу гастарбайтера который пытался пролететь в багажном отсеке он там сверху слева свисает я не понимаю что говорит это блять лошадь как там это сара джессика паркер блять он ведь блять опять мамаша жопу щекнута вот смотрите вот почему блять голова голова оказывается у меня блять перед перед монитором и за это с меня снимают жизни и понимаю так сейчас снова сисястая баба я даже близко не прицелился к ее голове но бошку снесло слушайте блять а игра-то игра-то хардкорная сара джессика блять чем не делать я думаю что я приземлился в плане говорят говорит главный герой что он приземлился в плане я постараюсь но это идет не очень быстро хорошо вы пересечении черного моря в настоящее время блять на каком языке не разговаривать я думаю что именно так звучит албанский на самом деле как здесь открыть настройки его ебать f1 это открывает меню как же как же блять как же блять выйти то из этой игры чтобы нас начать на изи сложности я понимаю что я в нищих в днищах я шутер я шутер в днищах поэтому смотрите сколько одним ударом он сносит вот один бомж мне снес половину и и а сделал это до того как я вообще за пистолет взялся откуда блять ты взялась там ты как вот этого овца прошла сквозь что очередь сукины дети в очередь мы видим да что рукопашное оружие в этой игре она вообще как бы ни о чем а вот это то что из них выпадает вот это кругло это нихуя не патроны и нихуя не жизни а это жизни здоровья я вот похилялся все отлично значит мы сейчас что где баба с сиськами я хотел как бы посмотреть поближе на текстуру на полигоны на полигоны женской груди вообще нравится их подсчитывать он всегда вот и тут же и тут же сиськи сами пришли но здесь стоит заценить именно жопу смотрите треугольник прям на жопе я конечно еще не имею против треугольных жоп но все-таки поприседала бы ты подруга немножко снова сара джессика паркер на связи чтобы огорошить нас своей ебаной тупостью джейк на этой скорости вы будете на назначение через пять минут хорошо я встречаю много важных персон каких враждеб а враждебных но если важных враждебных персон вы не представляете это джейк я выбираю свои энергические подписи на борту а также попробуйте использовать короткие всплески чтобы сохранить свои боеприпасы приятно что я в него ответил джейк приятно что я в него приятно что я в своего папу на выходе мел ввиду что в папку пошел как выключить фонарь я тоже не ебу на какую-то секретную кнопку это был самолет вообще дико разваливается видимо после попадания главного героя блять набор через крышу я бы удивился если ничего не произошло мы приближаемся собственно к первому классу это значит что сейчас пассажиры будут самые охуевшие здесь всю землю а что-то здесь все одеты как стюардессы или как полиция непонятно почему это походу как какой-то на один знаете это короче аэрофлот на корпоратив летел тоже мой фонарик приказал долго жить и начал начал разряжаться и сел окончательно вот так фонарик то был временный о дробовик но все а удар с ноги внезапно выяснилось что удар ногой ваншотит ваншотит ничуть не хуже чем ничуть не хуже чем дробовик фонтаны крови просто дикие реально тарантино блять игру наверно делал судя по этой кровище я даже не знаю ник не позволяйте играть в эту игру своим детям потому что она очень кровавая я за всю свою геймерскую историю столько кровище не видел чтобы так бездарно брызгала жан-клод ван дам а вот смотри с вертухи вот он смотрите вертуха хопа а теперь в прыжке а в прыжке он не умеет это не донял не настолько крутой ван там снова я взял себе еще десять минут фонарика все спецназ идет эти пидоры имеют отвратительную привычку нападать со спины где их блять не унюхать жопой то есть они наносят гарантированный дамаг просто встав у вас за спиной довольно неплохая так о сканер я нашел сканер кто-то блять пронес на борт самолета сканер почему-то его нет не отняли у него что случилось все пиздец я видимо впал в безумие вообще в этой графике непонятно кто жив кто не жив я хотел бы чтобы сканер закончился если он виноват в этом так тут пирот тут пираты используйте нажмите используйте играть фильм я думаю что падающий самолет это самое время поиграть фильм этот не знаю что за кнопка использования это не фене и блять она escape не посмотрел давайте ой время то блять идет дверь закрыта на блять энергетический барьер это новая фишка защиты блять самолета от угона энергетический барьер дверей а на f а вот на юс айтем вот это на f escape exit game нихуя не работает мы будем играть не вечно м рестарт левела блять надо вот главное мне нажать пауза о главное меню перезапуск контрольного пункта уху я носи какой-то прон что же все понятно мутанты каннибалы там что-то мне вещает не надо что сделать какая у меня миссия блять в этом мире я поняла дробовик нажмите чтобы использовать мне кажется здесь все просто не работает использовал трясающие дыры пулевые не оставляй меня дура на меня напал какой-то блять кровоосос из толкача невидимый блог что здесь была контрольная . канистра здоровья у меня забрали все оружие до дробовик куда-то пропал это здесь невидимый враг но блять все так трясется что просто полный пиздец и не могу заметить ничего это мини-босс его надо убить чтобы вам открыли пир что пилоты открыли вам дверь ведь дача происходит а вот он стал видимо я применю хитрости присяду чтобы вот это наверху это полоска его здоровья он меня просто уделывает потому что блять спиной здесь ходить невозможно я обнаружил странного сигнала может быть это пилот вот он пилота кто блять управляет нашим самолетом пилота выглядит как чувак из халфы вот с чемоданом все я замочил этого ублюдка смотрите как я удел хорошо ты просто минутах от из от какой-то посадки блять что нанесет от исходящей посадки блять сканер а сканер мне бы помог его увидеть если бы чекпоинт если бы чекпоинт ебучий сохранил инвентарь но чекпоинт не сохраняет инвентарь в этой игре чуваки вы можете вот поверьте джейк ты вне времени добраться до кабины и посадить этот самолет принято это не работает я не могу посадить это свой попробуйте извлечения это не работает либо я собираюсь прыгать у вас есть парашют конечно но теперь будет хорошее время чтобы использовать его потрясающие диалоги я считаю что это будущее кинематографа мирового отлично статистика уровень мутанты убиты 41 считаю что 41 мутанта убить в этой игре сможет не каждый поэтому я еще ева ухты я бы эту его это кто блять ева это твой черный папа шон привет это шон если мы хотим выжить на этой сумасшедшей планете мы будем нуждаться убежище мы сделали некоторый поиск и управление следовать линии электропередач от больницы к этому мощность генератора бункер шон предложил активировать генератор в бункере затем что-то там я предложил больница работает с бункером для начала но я не думаю переключите власть на должно вызвать всплеск достаточно большой чтобы получить мутанты от входа но это типичная блондинка я знаю нескольких блондинок они все так базарит мы все-таки посмотрим на припять все все же любят припять потому что но это сталкер аномалия а наш герой блять летит 3 о я знал что я должен пролететь первый класс сказал пошутил этот главный герой сходу мне блять ебанули дамага вон в панель и джейк следить за шах шахтного поля это окружающий район города вы находитесь в минное поле да это то что мои сканеры набирают обороты интересно что здесь произошло ну давайте выясним это блять первые четыре слова которые они произнесли связано блять так это минное поле припять это минное поле поняли да чтоб припять то блять кто-то заминировал оказывается только не грешно на антенку прыгнуть пожалуйста не убивайте весь реализм этой игры который очень классный я в нее только ради ряда может паркур сделать а сейчас я прыгну на гараж сука скоро космос блять будет наш смотри-ка я почти блять а я ж почти о боже ну только не говори мне что блять чекпоинт на земле было не сделать да хорошо я буду голову тогда смотрите джейк я рад слышать что вы приземлились в порядке я поднимаю сигнал что-то там джейк говорит я буду ты голову тогда джейк видимо хочет жрать да именно сюда и надо прыгать гребаная блять кундер страйк 1.6 half-life must life хэ о пусковая установка по припяти летают вертолеты апач все таки ладно я не буду про это шутить припять это все еще украина да я просто уточню на всякий случай вертолет апач блять умеет летать кверх ногами судя потому что о ебать нихуя пилот просто достойнейший смотрите я видел недавно фильм с дуэйном джойтс джойнсоном где он пилот вертолета он так не умел а он был очень годный пилот а здесь просто пиздец апач такую мертвую пилу исполнил не каждая аэрокобра смогет а я прыгнул на вышку и вышка убила меня хорошо я понял снова десантируемся еще раз монолог диалог верни не на сиськи смотрим на субтитры я знал что я должен пролететь пролетели первый класс я знал что я должен пролетели первый класс я рад слышать что вы приземлились в порядке поднимаю сигнал модуля данные недалеко от места тогда я буду голову да я готов перечитывать это снова и снова потому что это лучше чем любая книга вы там свои блять мертвые души война и мир все говно вот диалоги из этой игры они способны сделать любой вечер зажечь любую вечеринку снова этот придурок на апаче смотрите я думаю что в хелеборне также вертолеты должны летать походу человеку который делал модель этого вертолета ему просто похуй что такое вертолет и как он там должен блять он первый раз в жизни увидел вертолет блять поприкидывал как он должен летать ну наверно блять вот так нахуй должен стремиться винтами порубить человека блять и стрелять в него в упор и битву с этим вертолетом я благополучно проебал не знаю почему но в анчарта де вертолет и то лучше убивался мы снова десантируемся о боже мой посмотрите на этот парашют блять ты уверен что на этом вообще можно летать почему я получаю дамаг от приземления потому что парашют говно это кусок ёбаного поролона блять из-за босса на дивана мне кажется на резинках от трусов блять это нихуя не парашют ёбаный в рот джессика дай парашют нормальный хуля как дурак снова блять снова этот вертолет курт книспель вертолетного мира сука там сидит минимум стринг филохоук если вы помните кто это а поскольку мой канал смотрит такие же старые пердоны как я все знают кто такой стринг филохоук я думаю что сейчас я имею шанс просто прыгнуть и захватить этот вертолет в свое пользование потому что он максимально ко мне приблизился ну что ж днище у вертолета не бронировано поэтому в днище он убивается довольно неплохо сейчас я так понимаю мне надо прыгать на вот эту херовину но блять там под напряжением все поэтому что-то сомнительно как припять такая припять блять припять чекпоинт господа чекпоинт а вы что думали вы думали я дорогу не знаю нет на самом деле я тоже охуел но и у меня пушку забрали как бы за то что я срезал ха ха сша трансформеры будут я помню трансформеры были в припяти я помню в припяти были трансформеры и универсальные солдаты я предлагаю сделать игру где они будут биться друг с другом за припять ведь припять это же смотрите какие небоскребы в припяти были оказывается припяти это было в припяти были шерифы с ноги на это я думаю что нога это самое читерное оружие оказывается что в питере были жандармы потому что ну вот это был жандарм конечно чувак без кожи а это блять обложка лейер софира жила смотри пришла мне убивать но тремя меткими хайкиками получила по еблу и исчезла блять вообще исчезла видимо она включила режим невидимости после смерти я не вижу никакой карты у меня нет никакого компаса я просто вообще не врубаюсь куда идти тут я даже сделаю склейку записи чтобы бандикам наверняка сохранил то что я уже записал если вдруг это говнище захочет вылететь второй раз не получится о больнице мы видим что здесь недалеко больнице написано с е на конце но припять это украина там все как-то неправильно написано в больнице так и она что-то говорила про больнице а я ей ответил что я буду голову я думаю что это как-то связано мне надо пойти в больнице и сделать там голову найти что-то не похоже на то чтобы эти двери открывались ну мы видим тут типичный украинский автопром времен Чернобыля кстати украина видимо делала нихреновые джипы и купе шки это похоже на форт скорпио какой-нибудь так ну что а вот лестница конечно если блять есть лестница скорее всего надо к ней залезть но это в обычной игре а в необычной игре по лестнице лазить нельзя то есть главный герой в упор не хочет блять лезть по этой лестнице по лестнице в больнице не войти к двери не подойти ну блять прозрачная стена просто не дает вам прижаться к двери потереться об нее может быть она бы тогда открылась внимание высокое напряжение но тут блять хуй поймешь что написано на самом деле потому что фонарь ебучий светит так здесь взрывная бочка которую можно взорвать может быть это бы открыло мне путь куда-либо я не понимаю нахуя делать лестницу по которой нельзя залезть а я все кнопочки попробовал реально не лезет герой на эту лестницу ну не лезет он я понимаю что многие будут говорить что я криворукий я во всем виноват что игра на самом деле годнота годнейшая что в нее можно нагнуть опять он ну он даже без без удара наносит дамаг просто стоя рядом со мной вот он пожевал мои ботинки и пропал снова мы видим да что бомжи материализовались блять из ниоткуда типичные чернобыльцы умели телепортироваться и видимо поэтому я огребал такой дамаг что меня били три невидимых ППСника ага я вижу какие-то цифры это значит что мне надо идти туда но за мной гонятся три бомжа блять которые могут мне дать поиграть фильм я включил поиграть фильм но за мной еще и гонятся тёлки тёлки конечно часто за мной гоняются именно поэтому я сижу в маске чтобы чтобы хоть в интернете от них покой то был ну давайте начнем их отоваривать первая получишь ты о школьничка маленькая школьница из припяти и черномаза кстати вот эту черномазу я бы оприходовал я получил патроны и что мне блять с ними делать кидать в костер что ли на празднике придурки блять дайте пушку о нет они опять они блять отовсюду нахуй материализовываются а у меня нету оружия тут смотрите какой-то ветеран блять французской гвардии идёт получите блять отведай хайкика тварь меня убило взрывом да вы блять серьезно что ли а ну я чекпоинт активировал я вообще гений прохождение этой игры м4 мы видим что здесь м4 за поворотом окей сучки блять может занять оборону в автобусе нет конечно же в кого какие блять автобусы в припяти ходили нихуя себе насколько украина опережала ой какая в жопу украина ссср опережал блять мир в развитии все таки ну надо помнить что чернобыль то был наш нашим 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 общем подарком европе как бы ха 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 безумно безумно качественный шутер безумно классная чё уж там left for dead вот во что надо играть по сетке в кейшин дэд или как там называется это шедевральная игра так хорошо это было плохой шуткой я в порядке хотя серьезно я виню мутантов они ведут меня куда-то там ферри сказал что я должен просто человек и игнорировать их легко для него что бы я сказать когда он получил м16 между тем я только что получил эту ничтожную пистолет и когда мы не боремся складов мы в поисках материалов и intel я должен отдохнуть так или иначе почему бы не с плохими шутками ну дерьмо я должен вернуться к работе так много для перерыва тиль следующий раз я хочу заметить что продакт плейсмент интела удался как никогда я считаю если intel спонсировал эту игру он сделал блять чертовски выгодное вложение денег а эта маленькая сучка еще и бессмертна я хочу заметить что я убиваю тех кто уже умер недавно от моих же пуль а вот этот чувак еще и гранатами был обвязан видимо не зря он одет в форму ветерана французской армии блять времен куй пойми какой войны мне интересно какая цель в этой игры вообще куда я иду то почему в этом мире спаунившихся из ниоткуда бомжей то есть должен ли я что-то что-то куда-то прийти и выслушать еще каких-то феноменальных диалогов где шкала выносливости почему герой перестает бежать видимо выносливость в этой игре интуитивно о блять как из невидимости появился целый дом вот эта красная бочка а она с трех выстрелов взрывается блять какой потрясающий расход в этой игре патронов надо бы их экономить они снова попытались меня окружить знаете последняя игра где так беспаленно спаунились зомби одни и те же была ходящими мертвецами одна из первых игр которые я вообще записал в своей жизни для старого канала тех самых ходящие мертвецы где вы играете Дэрилом там бомжи просто бесконечно ооо ёп твою мать вот это блять ствол ёп твою ну все пиздец разрыватель зомби 4000 и дохуи еще патронов у него живем пацаны гуляем вот сейчас походу игра начнется вот сейчас вот с этого момента надо было смотреть чтобы вкусить все прелести блять какой охуенный широкий автобус смотрите сколько мест сзади пандусы для инвалидов ну салон конечно бедноват могли бы торпеду хотя бы чем мягким обшить не знаю у водителя место так вообще водитель этого автобуса должен быть должен не иметь ног смотрите как он и яиц желательно чтобы руль как бы туда чтобы руль об залупу не терся фонарик я опять нашел фонарик который является видимо охуенным бонусом в этой игре нихуя ты слушайте я понимаю что вы спаунитесь постоянно но какого хуя вы спаунитесь ко мне в упор это блять действительно это действительно привносит некое ощущение драйва в задницу когда блять в любой момент вокруг вас могут блять материализоваться ебучие враги это действительно интригует ебать здесь еще и мы отлично прилетели какие-то три дрона ебаных с неба и меня угандошили и все начинается сначала смотрите бомжи сбрасывают с неба это десантники это блять десантники ебать честно я просто в ахуя от этой игры и вообще пройти то можно хоть я не знаю я думаю что надо замутить на канале челлендж кто первый выложит кто первый выложит скриншот финала этой игры блять в группу вконтакте получит прем для арматы на месяц короче вот так я ебу я считаю что это блять вызов достойный королей единственная правда что скриншот не должен быть пизженным блять они опять прилетели а у меня опять ускорение кончилось тут еще и закрыто давай в обход сталкер прошли и здесь пройдем мы эту припять мы ее в батле прошли чувак неужели мы ее здесь не пройдем нет не пройдем потому что здесь просто вкатывают пизды я хочу заметить что если вы будете играть в эту игру на сложности меньше чем средняя то вы вообще влагалище с ногами потому что все отцы блять проходят эти пиздаты игры только на харде или хотя бы на средней сложности на самом деле на самом деле хочу на самом деле блять у меня просто слов уже нету относительно этой потрясающей игры я считаю что ее должен каждый купить купить ее в стиме интересно и какую цену залупить за эту игру позволила разработчику совесть во сколько он оценил свой свой шедевр а то что здесь видимо можно найти винтов можно найти патроны не имея оружие это как бы отсылка ко второй мировой к игре call of duty там помните когда штурмуем Сталинград там тоже ты бежишь а у тебя патронов нету короче есть только блять смысл у тебя винтовки нету есть одни патроны и ты бежишь с этими патронами как и банько видимо это вот та самая отсылка тут тоже у тебя нету винтовки но есть патроны опять лестница на которую нельзя залезть естественно потрясающе вот я уже с другой стороны приближаюсь к этой отметке я думаю что она открывается как раз после того как надо убить летающих вот этих вот вот это вот летающее нечто оно само блять убьет кого хочешь понимаешь на замочке видите замочек на двери звуки выстрелов конечно в игре достойны особых комплиментов от такого понос таких поносных выстрелов блять я не слышал даже когда у меня был музыкальный брелок для ключей в 90х а уж он то вообще блять жестил хотя мне кажется что вот на зеленую кнопку там что то такое блять булькало ну че вы помните да этот блять трешовый брелок для ключей просто хит 90х у него там было 8 разноцветных кнопок и на каждую кнопку этот брелок за каким-то хуем издавал разные звуки че блять с этим брелком делать и нахуя он нужен непонятно я помню брелки для ключей которые начинали пищать если ты вдруг его уронил чтобы ключи не потерять ну нахуй нужен брелочек который играет на разные кнопки видимо в дополнение к пеналу школьному в виде пианино на батарейках блять чтобы чтобы если у вас музыкант растет он играл и на пенале и на брелке а компанировал короче слышите я рот ебал эту игру это полный пиздец я надеюсь что разработчик станет жертвой анального насилия блять потому что ну это полнейшая блять хуйня предупреждение опасная зона высокий уровень риска выполнять трупы карантинной зоны выполнять трупы соблюдать шаббат я не знаю вообще как в 2016 году у кого-то блять рука дернулась выпустить такую игру с таким блять пиздатым переводом но судя по переводу слава богу блять игру выпускали не наши слава богу долбоебы живут где-то еще как бы спецназовцы хуевы обалдеть все короче я не пойду унижаться блять еще раз пусть от сосуд блять мои яйца я сам блять спрыгнул он и убегу на встречу смерти короче и я я остановлю записи и пойду трупы видите я по выполняю немножко трупы биологическое внимание вот буду биологически внимательны внимательно вниматель внимателен внимательно я завис уже блять ёпт нахуй я буду биологически внимателен и буду выполнять трупы ну а вы надеюсь проражались как обычно блять и чё-нибудь нажмете чё-нибудь там напишите кинете блять видео своим друзьям потому что, мне кажется, как можно больше людей должны узнать об этой игре. Ну и, конечно, не знаю, что там насчет скриншотов финала этой игры. Я думаю, что, в принципе, на месяц према-арматы мало кто позарится, но все-таки можете попытаться, я не знаю. А лучше сделать и запись финального уровня. А лучше нихуя не делать, потому что кода у меня вроде как и нет. Не, ну, напишите, эвент был бы забавен, по-моему. Ну, я просто... Эвент был бы забавный, никто не спорит, но мне просто, блядь... Я просто не хочу заставлять людей играть вот в это. Хотя, почему не хочу? Нет, серьезно, хочу. Я хочу, чтобы вы в это поиграли. Я хочу, чтобы вы, блядь, соревновались друг с другом по игре в Caching Dead, блядь. Потому что эта игра просто феноменалище настоящая. Нет, серьезно, все, пиздец. Вы выкладывайте скрин... Ну, там еще хуй поймешь, кто будет первый. Выкладывайте скриншоты в группу, кто дальше пройдет. Вот, короче, а если кто... Ну, если кто пройдет всю игру, я думаю, что, ну, в принципе... Ну, напрямую ему выпишем что-нибудь в награду. Да не, слушайте, найдутся задроты, конечно, но мне кажется, что эту игру, в принципе, невозможно пройти. Мне кажется, блядь, это просто нереально. Даже использовать читерный пинок, блядь. Просто непонятно, куда идти, а когда... Слушайте, вот это, по-моему, самая симпотная телка из всех. У нее глаза очень классно выделяются на черном ебальнике. А вот край Чернобыля. Здравствуй, край мира. Тут, наверное, сейчас молния по мне ебанет, и я сдохну. Слушайте, а огромные боссы тут есть какие-нибудь, ну, очень большие. Мне кажется, что большой босс, некрогигант, там, какой-нибудь спайнкиллер спас бы эту игру. Снова герой нихуя не хочет бегать, тупой уебок. Вот он включил бег. А, ага, и вот он его выключил. Пять шагов. У вас есть пять шагов спринта. Пять шагов форы перед любым бомжом. Чтобы выполнять трупы. Все, и здесь стена. Я не знаю, куда я зашел. Я вообще заметил, что уже 10 минут пытаюсь закончить это видео, но я не могу оторваться от этой феноменальнейшей игры, потому что, ну, играть действительно... Годнище-годнейшее просто, блядь. Реализм реальнейший. Серьезно. А я так понимаю, что для того, чтобы они заспаунились, ты должен пройти по заскриптованному месту. Просто так они не нападают здесь, где попало. Ну, это как бы дает вам шанс на исследование мира, на изучение этого мира, интереснейшего мира, блядь. Мира Припяти. Все, вот здесь опять закрыто. Короче, стрелять не... А, его... О, стрелять есть чем. Оказывается, надо просто мышкой покрутить, и тогда... Все. Мамку делал. Я ебал. Их даже убить невозможно. Отыщите город, чтобы найти бункер. Понятно? Вот задание сверху слева. Отыщи город, чтобы найти бункер. Город и бункер, они как бы связаны. Город и бункер действуют заодно против вас. Все, короче, я ебал. Пишите, жмите. Игра года. 10 из 10. Я думаю, Логвинова надо скинуть, он оценит. Субтитры создавал DimaTorzok